Уже много дискуссий вокруг нашего видео про бой Гасеев в Дортикос. Некоторые считают, что у Дортикоса очень сильный удар и он сможет потрясти Гасеева. Другие говорят, что у Гасеева слишком хорошая оборона и он в поздних раундах сможет нанести сильный удар. Как ты считаешь на этот счет? Я считаю, что бой закончился по очкам. Это первое. Я сам боксировал с кубинцами. У многих хлесткие жесткие удары. Это не исключение. Дортикос, я не слышал, он аккаутер. Но у него основная масса была, в какой-то раз, засрочно. И боксер-то он сильный. Дортикос не ставит ставку на удар. Он техничный, жесткий, обученный. У него хорошая лидерская карьера. Поэтому мне сложно сказать, кто из них ударит в кого-то. Я думаю, что никто из них никого не ударит. Потому что обоих здесь все нормально. Оба обучены, оба хорошие. Оба хорошо обученные, техничные и боксеры. Поэтому бой закончился, я думаю, по очкам. И перетерпит и победит, я думаю, Гасеев. Будет прекрасный бой Гасеев. Но если выиграет сильнейший, у вас является Дортикос. Я ничего не могу сказать. Победит пусть сильнейший. Многие сейчас вспоминают бои Чудинова с Дортикосом. Но, в принципе, это, наверное, совсем другой Дортикос, чем был в боях с Чудиновым. Ну, я с Чудиновым общаюсь постоянно, в принципе. И где-то неплохо общаюсь с Дмитрием и Чудиновым. Но, да, это, наверное, другой Дортикос. Потому что другая манера, другая школа. Я вообще удивляюсь, как Чудинов, маленького роста, мог выживать у Дортикоса. Дортикос намного выше его. И как бы это... Мы серьезно смотрели этот бой. Ну, чуть ли насчет боли, напряжения, чуть ли всего. Насчет того, что он чувствовал хорошо его, выигрывал его. Сейчас немножко другое. Сейчас два одинакового роста боксера. Два обученных, хороших профессионалов. И еще раз говорю, что будет интересный бой. Я предлагаю тебя смотреть и ставить прогнозы, ставить и смотрение на бой. И вообще, я считаю, что бой будет один из лучших. Такой же бой, примерно, как Усик и Бредис. Где мы до конца не знали, кто победит, как бы. Хотя последние раунды в одну половину боя было я бы за Усиком. А первая половина была за Бредисом. Если вот твое ощущение после боя Усика, Бредис, по очкам, как ты считаешь? Какими очки ты выставил в этом бою? Я выиграл два раунда. Четыре раунда, то есть, получается, два очка выиграл. Усик, это правильно. Усик, не дали вообще-то правильно. Усик, я не дал ничего. Но я еще раз говорю, я за то, что победил сильнейшим. Там не было никакого этого. Был хороший бой. Как будет, качественно. Я когда-то, когда мы работали с Бредисом, он боксировал один раз с моим боксером. Тоже с моим боксером. И я подошел к Бредису и к Хорвату, который от меня боксировал. И обоим сказал, ребята, я нейтральный, я не за кого. Они боксировали на Милбеттер, был такой турнирный расспорт, а я обоих выставил. Я подошел обоим и сказал, ребята, я не болею ни за кого, я болею за победу. Кто будет сильней, кто-то выиграет. Поэтому мне сложно сказать. Оба хорошие, к обоим отношусь с уважением как к боксерам, как к ребятам, то есть, как к людям. Поэтому мне было довольно-таки, ну, кто выиграет, кто-то выиграет. То есть у меня не было ставки на кого-нибудь. Просто я еще раз сказал перед Боим, что Усика очень богатая и сильная вельховская карьера. И думал, что это будет всегда решать что-то. А мы и собрали. Он боксировал грамотно в последние раунды, он собрался, он грамотно боксировал. Потому что, как бы, напор, напор видится уже поистяк. Это реально. 12 раунды боксировать сложно, но потом и тот же темп. Темп был сумасшедший. Оба хорошо готовы были физически, морально. Это, я еще раз говорю, один из лучших боев, которые я видел. Так что. Офиг. Продолжение следует...